Сергей Худяков, известный в России драматург, историк русского балета, приобрел в 1889 году на южном склоне Верещагинской, ныне Лысой горы, 50 десятин земли. Там и был основан парк Дендраря, где сейчас произрастает 1800 видов и форм растений, а также построена вилла Надежда, названная в чьей жены. Сейчас это дом-музей, где хранятся редкие экспонаты, собранные самим Сергеем Худяковым, например, балетные костюмы. Его коллекционная деятельность, собирание экспонатов, связанных с балетным театром, с танцевальным искусством, она не имела равных. Эти коллекции располагались в Петербурге. Но так сложилось, что после 1922 года вся его огромная частная коллекция, его музей в Петербурге был национализирован и разошелся по всей стране. И поэтому в память о его огромной музейной балетной коллекции, в нашем музее, вот часть нашей музейной экспозиции, посвящена истории русского балета. Фонды Сочинского музея пополняются и в наше время балетными раритетами. Здесь бывают представители разных балетных коллективов. Каждый гость оставляет что-то ценное. Это книги о театрах, о мастерах советской балетной сцены и уже российского балета. Сама по себе карьера артистов недолго, и вот задача организаторов музея сохранить для потомков историю звезд русской балетной школы. В начале года, в марте месяце, солисты Венской государственной оперы Владимир Шашов и замечательная прима этого театра, ученица Лариса Климова и Мария Яковлева, тоже передали нам свои пуанты и тапочки. Прямо прислали из Вены их, красивые посылочки. Сергей Худяков является автором многотомника «История танцев всех времен и народов». Книги написаны на основе многолетней исследовательской работы и сотрудничества с императорскими театрами. Каждый сочинец может, посещая парк Дендрария, заглянуть в музей нацпарка и узнать много нового и интересного. Тем более, что в Сочи редко можно увидеть выступления артистов балета, а здесь есть возможность прикоснуться к истории такого тонкого, удивительного искусства.